Святитель Иоанн Златоуст говорит о тщеславии и о том, как преодолеть страсть сию. Будем возлюблены избегать тщеславия всеми силами и со всей ревностью. Ибо хотя бы мы имели бесчисленные совершенства, зараза тщеславия может погубить все. Итак, если мы желаем похвал, то будем искать похвалы от Бога. Похвала от людей, какова бы она ни была, как скоро является, то тща же исчезает. А если и не исчезает, то не приносит нам никакой пользы. И часто происходит и от превратного суждения. Ибо что важного в славе от людей, которую пользуются являющиеся на зрелище юноши и бесстыдные женщины, и лихаимцы, и грабители. А прославляемое от Бога прославляется не с такими людьми, но со святыми. То есть с пророками, апостолами, показавшими в себе жизнь ангельскую. Если же мы желаем, чтобы окружала нас толпа народа, чтобы взоры ее были обращены на нас, то вникнем в сущность этого, и мы найдем, что это не имеет никакой цены. Словом, если ты любишь быть в обществе, то привлекай к себе сон ангелов. Будь страшным бесом. Тогда и не будешь нисколько заботиться о молве человеческой. Всякий блеск будешь попирать, как грязь и прах. Тогда ты увидишь ясно, что ничто так не делает душу бесславную, как славолюбие. Да и невозможно, никак невозможно любящему славу не жить жизнью страдательной, а напротив, подавляющее в себе славолюбие не может не подавить вместе с тем и множество других страстей. Побеждающий эту страсть преодолеет и зависть, и сребролюбие, и прочие тяжкие недуги. Но как, скажет, кто нам преодолеть эту страсть? Преодолеем, если будем иметь в виду иную славу, славу небесную, которой земная силится лишить нас. Та слава еще и здесь прославляет нас, и будет сопутствовать нам в будущей жизни, и освободит нас от всякого рабства плоти, которой мы ныне так бедственно служим, всецело предавшись земле, и делаем ее. Пойти ли на торжище, войти ли в дом какой-нибудь, быть ли в дороге или на пристани в гостинице, или в страноприимом доме, на корабле, на острове, в царских чертогах, в судилище, в гражданских советах. Везде увидишь заботы о делах временных и житейских. Все и каждый о них только и пекутся. И отходящие, и приходящие, в путь отправляющиеся, и дома остающиеся, плавающие землю, возделывающие, находящиеся на полях и в городах. Все вообще. Какая же будет у нас надежда на спасение, если, живя на земле Божией, мы не печемся предметах божественных? Тогда как нам поверено быть здесь странниками, мы скорее странники для небес, а для здешних мест – жителей. Что может быть хуже такой бесчувственности? Слыша каждый день о суде и о царстве, мы подражаем современникам, но и жителям Содома, и ожидаем, чтобы нас разумели такие же опыты. А ведь о них все и написано для того, чтобы кто не верует в будущее, тот из событий прошедших получил ясные доказательства относительно будущего. Итак, помышляя о всем этом, происшедшем и будущем, отдохнем хоть немного от тяжкого сего рабства и сколько-нибудь позаботимся о душе своей, дабы настоящих и будущих благ достигну благ дать ее человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь.